ОПЫТ ЛИБЕРАЛЬНОГО РЕФОРМИРОВАНЬЯ ПРИ АЛЕКСАНДРИЕ ВТОРОМ ЛЕКЦИЯ ИГОРЯ БОРИСОВИЧА ОРЛОВА, ДОКТОРА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ВЫСШЕЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим с вами об эпохе Великих Реформ, эпохе Александра II, Царь-Освободитель, как говорили о нем в народе. Посмотрим, что же из себя представляли эти реформы, каковы их причины, каковы следствия и какова модель государственного управления, сложившаяся при Александре II. Начнем с того, что реформы Александра II во многом объясняются поражением России в Крымской войне. И не самим, конечно, фактом поражения, а в большей степени теми последствиями, которые она за собой повлекла. Это проявило и недостатки в области железнодорожного строительства, и недостатки в области управления, и в церковной жизни, и в жизни сельского населения, проблемы в организации финансового пространства России и так далее и тому подобное. В общем, вопросов было очень много. Но правление Александра II начинается с того, что получило потом название «Оттепель». Мы знакомы с этим термином по правлению Хрущева. На самом-то деле это термин как раз этой эпохи, когда один из декабристов в своем письме писал о том, что у нас в Петербурге наступила «Оттепель». Напомню, что согласно словарю Даля, «Оттепель» — это кратковременное потепление в ходе зимы. То есть это отнюдь не весна. Элита интеллектуальная, отчасти политическая того периода, воспринимала начавшееся правление Александра II отнюдь не как «Дни Александровых прекрасное начало», как это сказал Пушкин об Александре I, а именно как «Оттепель», как небольшое потепление в ходе зимы. Тем не менее, с самого начала были отправлены в отставку наиболее одиозные сановники Николая I, тот же самый Дубель, Клейн, Михель и другие. Происходит закрытие Бутурлинского комитета, который жесткой рукой держал в руках цензуру и образование российское. Начинаются подвижки в области военных поселений, упраздняется этот институт в последние годы, как раз им руководил начальником штаба военных поселений, был последний фельдмаршал Российской империи, будущий военный министр, граф Дмитрий Милютин. Некой первой ласточкой «Оттепель» стали севастопольские рассказы Ивана Николаевича Толстого, 1955 год, вот эта подвижка. Можно вот этот период «Оттепели» распространить где-то до 1961 года, до отмены крепостного права, сюда включив и деятельность сначала секретного, потом главного комитета по крестьянским делам, и подготовку земской, городской реформы, подготовку судебных установлений, возникновение в 1760 году Института судебных следователей. На практике это было отделение сыска от полиции, ну сами понимаете, да, полиция заинтересована, если они старались, старались и поймали, то человека надо посадить, то есть они расследуют так, как это нужно. Здесь в данном случае возникал совершенно параллельный институт судебных следователей, которые не были в прямую заинтересованы вот в подготовке, там, скажем, фальсифицированных приговоров. Это был шаг вперед. Но тем не менее, даже в этот период, что характеризует оттепель, мы видим, что цензуре строго-настрого приказали, что критиковать можно только мероприятия предыдущего царствования. За излишнюю мягкость была распущена военная цензура. То есть одной рукой речь идет о том, что одной рукой давалось, какие-то послабления давались, а второй рукой сохранялась традиционная жесткая вертикаль власти. Более того, мы должны признать, что когда готовилась отмена крепостного права, здесь происходили очень интересные вещи. Во-первых, сам термин, который сначала Натан Яковлевич и Дельман употребил по отношению именно к крестьянской реформе – революция сверху. Подразумевалось, что эту революцию сверху проводил бюрократический аппарат. Вне желания помещиков и вне пожеланий самих крестьян. Это так и не так. На самом-то деле перевод секретного комитета в официальную открытую плоскость главного комитета и создание во всех губерниях соответственных комитетов по обсуждению, они показали, что интерес к проблеме отмены крепостного права имеется. Хотя ситуация была очень жесткая, доходило иногда на губернских этих комитетах до рукоприкладства. Некоторые участники комитетов носили с собой даже оружие на случай, чтобы себя защитить. Мы поговорим, что здесь вокруг этого складывалось, в чем основные проблемы этого периода. Но в этот период хотя бы впервые спросили российское дворянство о том, как они хотят освобождать. Да, конечно, их не спросили, хотите ли вы вообще. Этот вопрос не обсуждался. Была организована петиция от дворян ряда губерний. Дольше все, кстати, продержались дворяне московские. Они до последнего момента упирались с обращением к императору. То есть якобы не власть сама проводила отмену крепостного права, а сами помещики попросили об этом. На удивление, что первые написали письмо прибалтийские помещики, где реформа-то уже давно закончилась. Мы говорим всегда о Лифлянске-Ислянской реформе, которая там прошла еще при Александре Первом. Но благодаря личному другу Александра Второго, генерал-губернатору Назимову, там удалось очень быстро выколотить вот это обращение из местных помещиков. Затем начинали все остальные к этому присоединяться. То есть это было якобы их пожелание, их желание осуществить эту реформу. То есть не было спрошено, хотите вы или нет, было спрошено, как. И вот здесь как раз и лбами столкнулись в губернских комитетах две точки зрения основные. Это с землей или без земли. Понятно, самый удобный вариант, особенно для помещиков черноземной губернии, где было очень много земли. Они предполагали, что потом эту же землю крестьяне будут обрабатывать на правах аренды, на правах батраков и так далее. Конечно, там отставилась идея освобождения без земли. Здесь за основу брались как раз лифлянские истлянские реформы. И второй проект, сторонниками которого, понятно, были в большей степени помещики, даже не дело прогрессивной, непрогрессивной, а не черноземной полосы, где земля не являлась такой ценностью основной, как в Черноземии, это чтобы отпускать все-таки с землей. Ну, соответственно, за выкуп, не бесплатно. Это первая проблема. Вторая проблема всего этого, это проблема, каким образом отпускать. Отпускать, первый вариант, путем личной договоренности, помещик будет договариваться, каждый помещик со своими крестьянами будет договариваться, или будет регламентировать государство. Это вторая проблема. И третья проблема, которая тоже, в общем-то говоря, возникала, это проблема, связанная с выкупом, с его размерами, как он будет осуществляться и так далее, и так далее. То есть, понятно, что вот очень болевые такие для помещиков вопросы, и они требовали широкого обсуждения. Все эти проекты были направляемы в Петербург, где была создана комиссия, редакционные, так называемые, комиссии во главе с Яковом Ростовцевым, которые как раз должны были все эти проекты свести к одному общему знаменателю. Яков Ростовцев умирает, становится, так скажем, достаточно консервативным руководителем Панин, но на дворе уже завершение работы, и поэтому большой роли смена руководства редакционными комиссиями не сыграла. Еще один момент. Большую роль в выработке окончательного проекта отмены крепостного права сыграл сам император. Во время голосования за окончательный вариант на Государственном Совете голоса распределились примерно поровну, точнее говоря, треть на треть. Еще треть заявила откровенно, что они проголосуют так, как проголосует император. И в результате и сложилась та модель, которую мы с вами знаем. То есть, это освобождение с землей за выкуп. Даже там, где земли было мало, там, в Поволжье, в ряде других регионов, в Заволжье, в ряде регионов получили дарственные наделы, четвертные всего лишь. Но, тем не менее, сам принцип соблюдался, что это освобождение с землей. Что освобождение по регламентации сверху, никаких договоренностей здесь быть не могло. Договоренности включались только на уровне местных положений. В чем конкретно мы с вами поговорим. И то, что государство вносит, в зависимости от полный или неполный надел, или 70 или 80 процентов выкупа, крестьянскую отдает помещику. А остальные, 20-30 процентов, крестьяне выплачивают помещику по договоренности. То есть, они уже сами решают. Понятно, что выплачивала община. Сохраняется пользование землей, общинное в данном случае, или подворное, там, где не было общины. Но крестьянин не являлся хозяином этой земли. Устанавливался переходный период, на протяжении которого крестьянин получал такое положение временно обязанный. То есть, он должен был за этот период выполнять барчину, не весь период, или нести оброк. Основной единицей все-таки обязанности был установлен оброк. Там, где крестьяне не были на барчины, запрещалось переводить на барчину. А там, где была барчина, ставилась задача перевода всех окончательно все-таки на оброк. В этом плане реформа носила вынудительный характер. Она вынуждала помещиков действовать в том ключе, который задавался законодательством. То есть, когда было принято решение об обязательном переводе всех на выкуп крестьян, оказалось, что львиная доля крестьян уже перешла на выкуп по согласованию со своими помещиками. Почему? Потому что, еще раз говорю, были необходимы деньги, а помещик получал сразу 80% выкупного платежа. Это, в общем-то, хорошая сумма для его поднятия хозяйства, для других каких-то нужд. И второе, то, что там, где крестьянин не обрабатывал барчину, возникала проблема. Когда крестьянин, возникал вопрос, а кто будет обрабатывать землю, если крестьянина нельзя привлечь на барчину, если он переведен на оброк? Что делать? Проще всего ее тогда вообще отпустить и перевести на выкуп, и потом уже строить эти отношения по-другому. Значит, вот этот период временной обязанности, период временной обязанности, он все-таки был тоже регламентирован. Ну, во-первых, отменяли всякие мелкие повинности, во-вторых, как я уже говорил, оброк был устоявшимся. И вот когда переходили на выкуп, то здесь был сделан такой, скажем, в пользу помещиков шаг. Так, сумма выкупа определялась из 6% капитализации оброка. То есть, годовой оброк умножался на 16,2. Вот отсюда получалась вот эта сумма, да, из которой, как я говорю, 80% выплачивало помещику государству. И вот эта проблема капитализации оброка, она содержала небольшой подвох. В чем он состоял? Он состоял в том, что доходность определялась не по доходности земли, а по доходности крестьянского хозяйства. То есть, садик, огородик и все остальное. То есть, получается, что крестьянин платил выкуп не только за землю, но и, по большому счету, за свое хозяйство. Ну, понятно, что революционная пресса оценила это как выкуп личной свободы. Что крестьянин якобы заплатил за личную свободу. На самом деле, это не совсем так, но мы видим, что ему пришлось заплатить не только за земельный надел, но и за все свое хозяйство подсобное, включая там и избушку. Вот это один момент. Другой момент, что в законодательство были встроены такие вещи, которые позволяли помещику, даже если у крестьянина норма не набиралась земли, если дорезать себе до половины или до одной трети, в зависимости от того, что это были за зоны земледельческие. Дело в том, чтобы кроме общего положения о крестьянах высших из крепостной зависимости, вот этого документа, в котором были прописаны общие принципы, о которых я уже рассказал, реформы, там было еще понятно закон о выкупе и четыре местных положения, в зависимости от того, что это были за регионы, с общинным земледелением, подворным, национальные особенности. И внутри эти положения рассматривали три вида земли. Это черноземная зона, не черноземная и степная. В зависимости от этого варьировались наделы, сколько выделить земли. В зависимости от этого помещик мог маневрировать, прирезая себе землю. Ну и понятно, что чисто технически, когда шли эти переделы земли, помещик себе мог взять, конечно, лучшую землю, оставив крестьянам, называется, там или болотистые какие-то участки, или на песочках выселяя. То есть это тоже, в общем-то говоря, очевидно. Когда зачитали указ, манифест царский об отмене крепостного права, это было у нас прощенное воскресенье, последний день масленицы, сами понимаете, последний день, когда можно было пить. Но даже, в принципе, человеку трезвому этот манифест был малопонятен. Тургенев говорил, что такое впечатление, что он написан французом, а потом переведен на русский язык немцам. Настолько он был написан таким бюрократическим языком. А учитывая, что его еще правил московский митрополит, там еще масса всяких включений в церковном ключе. То есть крестьяне оттуда мало что могли подчерпнуть, кроме общего заявления о том, что они теперь являются юридически свободными. Но крестьянин волновала земля. Отсюда и недовольство, и даже некоторые восстания, тоже безденское восстание в селе Бездна. Крестьяне просто не понимали смысла. Потому что все, что имело смысл, было изложено в остальных законодательных актах. Общем положении, местных четырех положениях и законе о выкупе. Тем не менее, закон был принят. Предложения в последний момент, в том числе великого князя Константина Михайловича, одновременно упразднить общину не прошли. То есть было решено, что при отмене крепостного права крестьянская община сохраняется. Отсюда и вырастало крестьянское самоуправление. Потому что крестьянин выпадал из прямой юрисдикции помещика, возникал вопрос, каким образом встроить вертикаль власти. С одной стороны, это крестьянское самоуправление на уровне села, на уровне волости, ограниченное. А с другой стороны, это попытка встроить помещика бывшего в эту же систему управления. Пример этому – земская реформа. Земская реформа преследовала одна из целей земской реформы – как раз-то найти, так скажем, применение бывшему помещику по отношению к его бывшим крестьянам. То есть строить его в эту вертикаль власти. Мы об этом еще поговорим сегодня. Таким образом, мы видим, что крестьянская реформа больше оставила вопросов, нежели дала ответов. И особенно с точки зрения сохранения общинного самоуправления. Понятно, что части крестьян это было невыгодно. Более того, крестьянин не мог самостоятельно до перехода на выкуп оставить свой участок и уйти в город. Он не мог. То есть он должен был сначала выкупиться, а только потом уже мог продать свой участок общения и уйти. То есть это тоже ограничило возможности крестьянской мобильности в города, которая продолжала оставаться на уровне отходничества. То есть он прикреплен с одной стороны одной ногой в деревне, одной ногой стоит в городе. Понятно, что это никак не способствовало развитию промышленности. По крайней мере, тормозило в социальном плане формирование пролетариата. Ну, это тема, конечно, тоже, опять же говорю, скорее из области социально-экономической политики, нежели общего реформаторства. Мы должны сказать, что реформа 861 года отмены крепостного права была первой такой крупной реформой. Но отнюдь не последней и более того, вот этот пакет где-то из полутора десятков реформ, он был, имел общую какую-то целевую направленность. Что это значит? Это значит, что в данном случае мы имеем с вами дело с либеральной парадигмой, с попыткой перенесения на российскую почву принципов организации западного общества. Прежде всего, это принципа всесословности или внесословности. Я думаю, понимал или не понимал сам император Александр II, что принцип всесословности или внесословности, он мало связан с принципом самодержавного правления, с принципом абсолютистского государства, потому что он неминуемо за собой повлечет идеи, если не земского собора, так конституционные идеи. И мы видим, что на самом-то деле пик каких-то конституционных проектов и идей как раз приходится на правление Александра II. Тем более, что достаточно либеральная печать, либеральная цензура, особенно после периода Николая I. То есть такой очередной поворот в другую сторону от национально ориентированной политики в сторону политики западно ориентированной во всех сферах. Но, опять же говорю, применение всех этих наработок, моделей на российской почве с учетом российских реалий. Ну, не всегда. На самом-то деле есть вещи, которые плохо приживались на российской почве. И поэтому со второй половины 60-х годов или в 70-е годы порядок реформ начинается, по большому счету, отступление. Опять срабатывает то, что сработало при переходе от Александра I к Николаю I. То же самое похолодание, очередное похолодание, медленное сползание контрреформы, чтобы затем на этой волне пошел поворот именно в сторону контрреформ Александра III. Мы много говорим здесь слова реформы, контрреформы. Наверное, стоит пояснить о том, что я не понимаю под контрреформой реформу со знаком минус. Нет. На самом-то деле это продолжение реформ только другими, более авторитарными, более жесткими средствами. Да, иногда бывал и откат назад. Но, опять же, это не суть контрреформы. Еще раз говорю, проблема в том, что реформы, как правило, приводили к социальным негативным последствиям. Почему? Потому что они не имели широкой социальной базы, и реформы Александра II тому тоже пример. Они не имели, так скажем, характера, лежащего вне бюрократической пирамиды, это революции сверху. И поэтому они вызывали раскол, они вызывали повышение коррупцигенности в обществе, неустойчивости. И, допустим, если взять, опять же, того же Николая I, то при нем мы видим падение суицидности в обществе и рост рождаемости. А при Александре II вроде реформы, все прочее, а мы видим эти два фактора. Один увеличится, другой уменьшается. Рождаемость падает в какой-то период, да, на волне реформ. А что касается суицида, он растет, по крайней мере, по тем данным, которые имеются. Значит, получается, что в обществе Александра II было менее комфортно жить, нежели в обществе Николая I. По крайней мере, об этом стоит задуматься. Насколько те или иные реформы должны совпадать с цивилизационным вектором развития страны, с традиционными моделями общежития населения, и насколько они могут выходить. Ведь даже Герцен в последний период своей жизни и то сказал, что сила революционера в его попутности обществу, а не в опережении. В данном случае реформы Александра II, некоторые из которых просто были проведены блестяще, и ими стоит восторгаться, как к управленческому решению, на практике просто буксовали. Просто буксовали, наткнувшись и на инерцию народных масс, и на бюрократические проволоки. Как обычно. Хотели как лучше, получилось как всегда. И в этом плане давайте мы с вами посмотрим на еще ключевые реформы этого периода. Ну, понятно, что реформа отмены крепостного права, она тянула за собой реформу местного самоуправления, не только волостного крестьянского соправления, и судебную реформу. Судебная реформа была готова давно. Но весь парадокс стоял в том, что судебная реформа должна была встроиться в мировые судьи, в местное самоуправление. И поэтому реформа прошла только в ноябре 1964 года, дав в начале этого года провести сначала реформу земского самоуправления. То есть пришлось отложить. Это как раз доказывает мою идею о том, что реформы были между собой взаимосвязаны, в какой-то единый пакет. Они все-таки были продуманы и как-то между собой коррелировали, а не так, что одна реформа противоречит другой. Общий вектор, еще раз говорю, это создание всесословного общества, и отсюда между ними взаимосвязь. Что касается реформы земской и копирующей ее, в принципе, реформы городовой, то это проблема становления местного самоуправления. Включение всех слоев населения вот в эту структуру на уровне губернии и на уровне уезда. Так как это местное самоуправление, то власть всячески ограничивала взаимодействие между губерниями. Оно было, в принципе, по закону даже запрещено, то есть между соседними земствами. Никаких контактов быть не должно, хотя на практике они бывали очень часто. И если говорить об уровне вверх создания всероссийского земства, то это период только 20 века, а волосные земства, то есть вниз, это только 1917 год уже при временном правительстве. То есть земство зависло как самоуправление, не опустившись ни вниз до уровня волости, там крестьянское самоуправление, и не поднявшись вверх до уровня всероссийского земства. С точки зрения управления это, в принципе, логично, потому что, еще раз говорю, нет никакой необходимости подниматься выше, если вы решаете хозяйственные задачи региона. Точнее говоря, тут две задачи. Правительство пыталось повесить на земство ремонт дорог, мостов, зданий, а земство всячески старалось о себе получить функции управления образованием, медициной, агрономией, статистической работой и так далее. На практике получился некий такой кентавр, и в земство было вынуждено выполнять и функции, которые навязало правительство, это при минимальном бюджете, бюджет был очень маленький в земстве, и функции, к которым оно само стремилось. Забегая вперед, можно сказать, что земства стали отчасти той нишей, куда устремились люди, которые хотели найти применение себе в политике, и не имели возможности или желания идти на государственную службу, или не идти в революционные различные организации и кружки. То есть это была сфера так называемых малых дел, куда устремились агрономы, ветеринары, врачи, учителя, то есть все люди, которые должны были работать в сфере местного самоуправления. Насколько эффективно это было? Ну, жизнь показала, что земства оказались достаточно эффективным механизмом. Это организация судных касс и агрономических пунктов, и появление вообще новой отрасли научного знания, статистики. Статистическая наука выросла из земской статистики. Земства потихонечку начинают заниматься тем, что не собирались, и то, что им не предписывалось, допустим, продовольственным делом, судными кассами. То есть потихонечку происходит процесс расширения этой деятельности. До Победоноса, пока земства получали церковно-приходские школы в свое видение, потом пошел процесс обратной передачи части земских школ, бывших церковных, назад видение, синода. То есть это еще и сфера образования на уровне начального и среднего образования, куда активно устремлялась земская инициатива. Аналогично, в принципе, не буду вдаваться в подобности, была и система городского самоуправления. Дождавшись принятия земской реформы, были введены новые судебные уставы, которые, на мой взгляд, в принципе, меняли систему судов в России. Это неплохо и нехорошо, потому что жизнь показала, что что-то прижилось, что-то нет. Но на самом-то деле это был в действительности очень важный шаг на пути становления внесословного или, как бы сейчас сказали, гражданского общества. Дело в том, что при Николае I, когда появилась категория почетных потомственных граждан, само понятие гражданин было служебное. Вот эти граждане были связаны с табелью о рангах. Они были связаны с низшими классами стабель о рангах, так как потомственное дворянство давалось с девятого класса. Прошу прощения, личное дворянство. Потомственное с пятого. Соответственно, вот слово гражданин и гражданское общество, это было совершенно из разных сфер. В данном случае гражданин это был человек, который занимал нишу в государственном управлении ниже выходцев из дворянского сословия. Теперь же ставится задача создания, говоря современным языком, правового государства. Государства, имеющего гражданское общество. Правда, я писал в одной из своих работ, что здесь речь идет о создании подконтрольного гражданского общества. Что выбирая между отсутствием гражданского общества вообще и гражданское общество совершенно не подконтрольное в виде народнических кружков, рабочего движения, марксистских кружков и все прочее. Власть решила, что пускай будут эти островки, это традиционное решение российской власти, подконтрольные островки этой свободы, островки этой гражданской инициативы. Мы видим, и не только земство, и другие примеры, в том числе российское географическое общество, и формирование музейного дела, и краеведческое движение, все в это время происходит как раз с точки зрения формирования вот этого подконтрольного власти, отчасти церкви, гражданского общества. На это нацелены реформы. Судебный суд до момента принятия церковных славок был сословный. То есть он был как бы для каждого отдельного сословия свой. Теперь эта ситуация изменилась, суд становится внесословным за исключением крестьянской расправы. То есть Нижний крестьянский суд все-таки остался сословным. Правда, он решал мелкие дела там и так далее. То есть он был не связан, понятно, ни с крупными уголовными преступлениями, ни с чем. То есть это мелкие крестьянские дела, чтобы ими не забивать общие суды. То есть получилось, что как бы три уровня судов. Это общие суды, это мировые суды, те суды, которые были связаны с земством. Мировой судья избирался местным самоуправлением и тоже решал бы дела своего уровня, небольшой финансовой ответственности. И общие суды, они тоже были трехступенчатые. Это окружные по одному в каждой губернии. Это судебные палаты, одна на несколько губерний. И венчал эту судебную пирамиду Сенат, который по большому счету в этот момент превратился окончательно в органы именно судебной власти, потеряв всякие там административные контрольные функции. То есть Сенат стал теперь прежде всего судебным органом. И вот в этой иерархии существовали две палаты. Одна палата по гражданским делам, одна по уголовным. То есть это разделение существовало в отличие от мирового судья, который не занимался уголовными преступлениями. В этой системе сложившегося суда изменилось еще одно. Суд до Александра Второго был судом, где, в общем-то говоря, не присутствовали стороны. Сторон не было. Суд мог вестись годами, десятилетиями без присутствия сторон. Ну, если речь нешла об уголовном преступлении. То есть истец и ответчик доносили денежки в канцелярию суда, и суд мог менять свое решение периодически. Более того, в суде не существовало защиты. Такого института, как защитник, не существовало, был только обвинитель. Ну, кстати, прокуратура занималась много чем. А вот в этих условиях новой реформы прокуратура стала заниматься только судом. То есть контролем над судами больше ничем. Но поддержание обвинений и контроль над судебными практиками. В судах появилась фигура, появился защитник, адвокат. То есть возник институт присяжных поверенных, это адвокаты в нашем понимании слова, и институт частных поверенных. А это близко по оформлению различных документов и все прочее. То есть не касался суда этот частный поверенный. А вот что касается суда, что еще нового появляется, кроме того, что я уже сказал, суд становится гласным. То есть теперь там можно прийти туда, посидеть, послушать. Ну, если по какой-то причине он не объявлен закрытым судом. Судебное заседание, как это обычная практика, может быть объявлен закрытым. Кроме того, в суде появляется институт присяжных. Присяжные заседатели, которые принимают решения по особо важным делам. То есть мы видим совершенно другой суд. Но это на бумаге, это законодательно. А на практике куча поправок. Помните, не страшен царев указ, страшно разъяснение сената. Вот на практике это так и происходило. Ну, допустим, чиновник мог быть предан суду только с разрешения губернатора. Ну, чем это отличалось, допустим, от советской системы, где члена партии сначала исключали из партии, только тогда могли передать суду. То есть судить члена партии было нельзя. Ну, тот же самый принцип здесь чиновничества. Ничего советская власть нового не изобрела. По мере развития революционного движения, покушений на императора, начиная с 1966 года, с Дмитрия Каракозова, дела об подобных преступлениях, о терактах, об умышлении против государства просто выводятся из-под суда присяжных. Здесь, конечно, принципиальная вещь – это 1978 год, когда суд присяжных оправдал Веру Засулич, которая застрелила престарелого московского губернатора Трепова. Но есть и внесудебные практики существующие. Генерал-губернатор имел право даже оправданную по суду Туре Засулич подвергнуть ссылке или высылке. В данном случае Засулич решила о ссылке. Ссылка – это когда вас ссылали в определенное место, а высылка – это когда вас запрещали жить в определенных городах. Вы могли жить где угодно, кроме вот этого перечня, которое утверждалось. Это было видение генерал-губернатора, который стоял над судом. Я уж молчу о структурах высокого суда и самого императора. Но это как бы все-таки нормальная практика, в отличие от вмешательства генерал-губернаторов в судебные процессы. Одной из самых блестящих реформ, на мой взгляд, стала реформа военная, в том числе благодаря Дмитрию Милютину, военному министру. Я уже говорил, что предтечи реформы стали отмена института военных поселян. Департамент был упразднен накануне. Кроме того, снижение срока службы до 15 лет, потом до 10 лет. То есть уже шаги в этом направлении были сделаны. Но заметьте интересную вещь. Реформа растянулась на полтора десятка лет. И закон о всеобщей воинской повинности, он не предшествовал реформе, а был ее завершением. То есть в 1874 году, когда был принят закон о всеобщей воинской повинности, была проделана огромная работа в области реформ военных. Это и сокращение армии. Причем старались, чтобы ее боеспособность все-таки не упала. За счет чего? За счет ее перевооружения в стрелковом оружии. А это потянуло за собой реорганизацию старых военных заводов, типа Тульского оружейного завода, строительство новых оружейных заводов. Со всей очевидностью это понятно было, что лишь чтобы армию поружать, но переворужать ее собственным оружием, собственным производством военным. Это изменения в соответствии с судебными установлениями и системой суда в армии, и демократизация суда. При сохранении, конечно, военного трибунала, тем не менее, ведение судов различного уровня, от полкового и выше. Это и демократизация, в общем-то говоря, офицерской жизни, созданием офицерских собраний. Это солдатские столовые. Это повышение пенсии, содержание денежного, пропаганда в прессе ратного труда, что тоже немаловажно на самом-то деле. Создание в 1870 году специальных железнодорожных войск, которые должны были осуществлять вот это железнодорожное строительство на военные нужды. То есть мы видим, что на протяжении всего периода 60-х, начала 70-х годов предпринимаются различные меры по реорганизации армии, в том числе и демократизации высших учебных заведений. Созданием юнкерских училищ, по большому счету, в них постепенно начинают принимать выходцев из всех сословий. Юнкерские училища были призваны готовить младшее офицерское звено. В это время, если старшие офицерские кадры выходили из стен с закрытых военных учебных заведений, то младших офицеров никто нигде не готовил. Они получали свои офицерские звания по выслуге, за подвиг, за награждение орденом соответствующим или вообще по выслуге лет. Теперь речь шла о том, что для армии нужно готовить профессиональных военных. Низшее звено, на котором держится по большому счету армия, оно, в общем-то говоря, теперь готовилось, а не выслуживалось по мере лет. И в 1874 году итогом стало введение в стране всеобщей воинской повинности. В принципе, она тоже осуществлялась, вы понимаете, не всех. Речь шла о принципах рекрутского набора, который объявлялся, вот столько нам нужно набрать. Но в отличие от рекрутского набора, от нее теперь нельзя было откупиться. Ну, мало того, что он распространялся на все категории населения, но от него откупиться было нельзя. При рекрутском наборе вы могли в старой системе выставить угощение деревне, и деревня отправит за место вашего сына служить кого-нибудь другого. Здесь же нет. Соответственно, появляется новшество в организации армейской жизни, это служба в запасе. Ну, понятно, я уж молчу по пожизненную службу, даже 25-15 лет, какая после этого служба в запасе, о чем мы говорим. Здесь же, когда служба стала несколько лет, появилась возможность сохранять некий потенциал военный в виде запаса. Понятно, больше служили на флоте, меньше служили в сухопутной армии, но запас, соответственно, был наоборот. Это понятно, да, чтобы на флоте нужно было освоить работу с техникой. Ну, и так как флот переоснащался, не было смысла долго быть в запасе, потому что все это быстро устаревало. То есть, логика была. Кроме того, здесь была установлена система льгот. Парадокс состоял в том, что столкнулись с лбами два министерства. Это министерство военное во главе с Милютиным и Министерство народного просвещения во главе с Толстым. О чем шел спор? А предоставлять ли льготы студентам и другим учащимся? И ситуация анекдотичная. За предоставление льгот выступало военное министерство против Министерства народного просвещения. Так хочется представить сейчас наше Министерство обороны, которое с пеной рта будет отставить идею льгот для студентов. Кажется это сейчас смешным. Тогда же это было вполне логично. В чем состояла суть? Во-первых, освобождались от воинской службы те, кто имели ученые звания и штатные преподаватели вообще. А затем устанавливались разные сроки службы для тех, кто имел образование. То есть, до полугода только имел университетское образование, и больше службы тех, кто имел начальное образование. То есть, любое образование от начального до университетское надавало вам льготы по сроку службы. Ну, это понятно, что человек образованный, он пригодится и в других отраслях развития страны. И в управлении, и в экономике. Нет смысла его надолго отрывать для несения воинской службы. Но, тем не менее, образованные люди тоже в армии нужны. Льготы распространялись также по социальному признаку. То есть, не призывались в армии единственный кормилец в семье или единственный сын в семье. Этого не было. Льготы распространялись по национальному признаку. Не призывались малые народности на службу вообще. То есть, они, конечно, могли пойти добровольцами. Ну, пример, допустим, тех же самых евреев. В Первой мировой войне воевало 150 тысяч добровольцев. Хотя, на самом деле, на них не распространялась воинская повинность. А что касается освобождения от воинской службы, то здесь для народов Севера, для народов Средней Азии, то есть, эти национальные меньшинства не призывались в армию. Были еще и конфессиональные льготы. То есть, не призывались на воинскую службу православные священники, не призывались, в общем-то говоря, часть мусульманского духовенства и часть, как бы сказать, священнослужителей других конфессий. То есть, мы видим, да, такой широкий спектр льгот, связанный с этим. Я бы еще упомянул об реформах в области образования и цензуры. По сравнению с эпохой Николая Первого, мы видим откат в сторону восстановления автономии университетов, демократизации их жизни, в сторону формирования более либеральных цензурных уставов. Но при этом любопытно заметить, что либеральность-либеральность, но появляется специальная должность. Мы к ней сейчас привыкли, да? Ответственный редактор любого издания. То есть, тот редактор, который отвечает не за издание в целом, для этого есть главный редактор, а отвечает за конкретный выпуск, за конкретный номер журнала. И вот, в общем-то говоря, с него и спрашивали. Это повышало значение не столько цензуры, сколько самоцензуры. То есть, вы должны были понимать прекрасно, не перешли вы ли в чем-то грань при издании своего журнала или газеты. А это достаточно период широкого развития газетного и издательского дела. Кроме того, говоря о восстановлении автономии университетов, то есть, восстановлении выборности и все прочее, я упомянул уже о демократизации. Это прежде всего речь шла об устранении дворянских предметов. Я не знаю, было ли это положительно убрать из преподавания фехтование, танцы, музыку. Мы знаем, что в военных училищах эпохи Сталина были восстановлены музыка и танцы. То есть, офицер должен, в общем-то говоря, быть... Но это распространялось, понятно, только на военные училища. Здесь, в университетах, это было убрано. Кроме того, были отменены впускные экзамены, то есть, вступительные экзамены не сдавали, зато были ужесточены выпускные экзамены. Кроме того, было либерализировано поступление в университеты выходцев из священников и выпускников духовных семинарий. И это было отменено только тогда, опять же, при Александре II, когда обнаружили, что у нас больше половины студентов – это выпускники духовных семинарий. То есть, они заканчивают духовные семинарии и идут в университет. А почему? А потому что гимназия была платной, а духовные семинарии – бесплатные. Получали бесплатное среднее образование и спокойно уходили из церковной сферы на гражданскую службу. Эти университеты готовили как раз управленческое среднее звено. То есть, это потом практику пресекли, чтобы выпускники духовных семинарий шли напрямую в университеты. Но они к тому моменту уже существенно пополнили университетские аудитории. Кроме того, нас очень много ругают Толстого. Он одновременно был министром народного просвещения, одновременно номер прокурора Синода ругает и за одну должность, и за вторую. Но мне кажется, что это было вполне разумным принятие решения о разделении среднего образования на две ветви – на гимназии и на реальные училища. Гимназии, где упор был сделан на языки, на право римское, и реальные училища, где упор был сделан на технические дисциплины, математические, естественно, научные. Мне кажется, это было разумным, вот подобное деление. Хотя оно, говорю, подвергалось и иногда подвергается критике и сейчас. Мы с вами говорили о том, что вот эта эпоха реформ, она потихонечку начинает сходить на нет. И часть отката контрреформаторства начинается после покушения Дмитрия Каракозова на Александра II в 1866 году. А пик вот этого отхода приходится на конец 70-х, начало 80-х годов. И здесь это во многом связано с министром внутренних дел Микаэлом Тареиловичем Лорис Меликовым, армянин на русской службе, человек, про которого говорили диктатура сердца. Про него же говорили, что он исповедует тактику волчьей пасти и пушистого лисьего хвоста. Ему же приписывается так называемая конституция Лорис Меликова. Очевидно одно, что вся политика конца 70-х, начала 80-х годов была направлена на сохранение властной вертикали в условиях, когда реформы ее существенно пошатнули. Единственное, что я могу сказать, очевидной глупостью была ликвидация в 80-м году третьего отделения и передача функций сыскной и политической полиции в сферу МВД, в отдельный департамент. В результате этой перетурбации пострадала не только внешняя наша разведка в странах Европы, резидентура, но и, в общем-то говоря, я думаю, что это может служить определенным основанием объяснения причин убийства Александра Второго. То есть наша служба безопасности просто провалилась в ходе вот этой реорганизации. Я не готов воспринимать позитивно ни расширение прав генерал-губернаторов в этот период и появление временной генерал-губернаторства в Одессе, в Харькове, в ряде других городов. Точно так же, как сомнительно весьма и ведение, так скажем, института полицейских урядников, но еще раз говорю, проблема стояла в том, что в условиях нарастания революционного движения, нарастания кризиса общественного очередного, заткнуть все бреши в государственном управлении, где только можно. Так называемая конституция Лорис Меликова, конечно, таковой не являлась, никакого отношения к конституции не имела. Это был проект созыва комиссии для решения вопросов местного хозяйства, ну не только местного хозяйства, в том числе выкупных платежей, как организовать, с привлечением местных экспертов. Вот и все. Громкое название конституции возникло только вот из вот этой идеи. А давайте мы пригласим местных экспертов, они лучше знают, как это делать. Но к тому времени земство уже было очень сильно заражено политикой. В начале 20 века Плеве Вячеслава Константиновича, который занимался, вот был министром внутренних дел и занимался подобным же проектом, он сказал, а я знаю, если мы пригласим их, что они скажут. На любой вопрос о том, как, допустим, отремонтировать или почему у нас плохие дороги в России, они скажут, виноват самодержавие, нужно упразднить самодержавие. О чем, говорит, я с ними буду говорить. Здесь, конечно, ситуация еще была не такой вот жесткой, противостояние власти и земства. Но в целом, я думаю, что сама идея, она неплоха была, вот это экспертных советов, но на практике вот мало применимо. И мы знаем, что как только на трон взойдет Александр Третий, он, в общем-то говоря, к этому вопросу уже не вернется. Завершая, могу сказать, интересный парадокс. Царь-освободитель, царь-реформатор, царь-либерал и, тем не менее, убит. Почему? Можно, конечно, искать в этом западный след, в том, что Россия в этот период представляла как бы объект пристального внимания Англии и Франции. Можно говорить о том, что революционеров не устраивала та скорость, с которой происходили реформы, а в конце правления даже и свертывания этого. Можно говорить о том, что революционеров вообще не устраивало реформаторство, так как оно отвлекало народ и не давало им возможности своей работы. Но то, что произошло, то произошло. И модель, которая была создана, модель либеральная, западнически ориентированная модель, она проявила не только плюсы, но и очевидные минусы. Отсюда и отказ от этой модели фактически в конце царствования Александра II при попытке сохранить какой-то внешний вид этой модели. Можно сделать вывод, что эпоха Александра II с его либеральной, западно-ориентированной государственной моделью породила как плюсы, так и минусы, которые со всей очевидностью проявились и в движении революционном, и в кризисе либерального движения, и в росте консерватизма. Поэтому очевидно, что убийство императора стало переходом к эпохе контрреформ Александра III. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова